Для меня сегодня ответственный и значимый день, потому что мы сегодня презентуем телефон 111, телефон доверия для детей Казахстана. Сначала он был организован как телефон доверия для детей Казахстана. В ходе работы мы поняли, что не только дети нам звонят, но и в поддержке психологической нуждается и молодежь, и поэтому теперь наш телефон не только для детей Казахстана, но и для молодежи. Согласно нашего законодательства, дети у нас считаются с момента рождения до 18 лет. К молодежи у нас относятся с 14-летнего возраста до 29-летнего возраста. Я хочу поблагодарить за организацию данного телефона доверия правительства Республики Казахстан, потому что наш телефон включен 111 в число экстренных, он бесплатный, работает круглосуточно, и на него можно позвонить с любого вида связи. 111 уже доказал свою состоятельность, и на сегодняшний день мы убедились, что мы очень правильно сделали, к нам поступает очень много звонков. Партнерами в этом становлении телефона доверия для детей Казахстана и для молодежи явились такие серьезные международные организации, как ЮНИСЕФ, ООН Казахстан, и представители тюремной реформы в Центральной Азии и в Казахстане. Они помогли нам, оказали техническую помощь, к нам приезжали эксперты, эксперты всемирной связи, экстренной помощи, они провели с нами тренинги, и у нас был долгий путь становления. Но мы хотим сказать, что мы еще в процессе становления, потому что тот круг вопросов, который задают нам дети, и тот круг вопросов, который задает нам молодежь, с какими трудностями они встречаются, привело к нам мысли, что нам нужно эту службу увеличивать. И к нам подключились теперь все детские организации, все молодежные организации нашей страны, теперь к нам присоединились волонтеры, помощь детям и молодежи будут оказывать и неправительственные организации. Большую поддержку в этом нам оказывает и Министерство по делам религии и гражданского общества, потому что гранты, которые были разыграны, одной из тем грантов было как раз-таки работа информационного сопровождения колл-центра для телефона доверия для детей и молодежи Казахстана. По результатам первого года я хочу сказать, что к нам поступило за эти 8 месяцев 1 376 088 звонков. Обработано обращение у нас 151 430, 1 224 658 звонков. Это звонки, которые на период становления, это звонки просто информационные, просто узнавали, что это за телефон. Большое значение для нас имеют вот эти 151 430 000 звонков. Из них очень серьезных звонков 5 393, где нам пришлось подключаться, принимать непосредственное участие. Колл-центр заключил меморандумы со всеми правоохранительными органами, министерством образования, министерством здравоохранения, министерством труда и социальной защиты. И теперь в круглосуточном режиме мы работаем с их телефонами экстренными. И на сегодняшний день я хочу констатировать следующие цифры, которые для нас, на мой взгляд, являются очень показательными. На сегодняшний день мы помогли детям по предотвращению суицида в 103 случаях. И поверьте мне, если бы наш телефон доверия спас хоть одну человеческую жизнь, был бы смысл его открывать. Мы помогли в 103 нашим детям и молодежи. Ситуации очень серьезные. 42 случая жестокого обращения с ребенком. Эти 42 случая предотвращены. 7 случаев жертвы сексуального насилия. Им оказана психологическая помощь. И правоохранительные органы сейчас ведут соответствующую работу. И по другим достаточно серьезным вопросам к нам звонят дети и звонят представители молодежи. Поэтому из 103 звонков по суицидальному настроению 70% были связаны с синим китом и схожими с ним программами. Тут я должна отметить слаженную работу всех правоохранительных органов, МВД, прокуратуры, комитета национальной безопасности, других экстренных служб, которые находятся на местах, это 102 и прочее. Мы все связаны. И взаимодействие у нас днем и ночью. Но нам нужно еще работать. И к нам приезжает представитель Всемирной сети, который проведет дополнительные наши работы. Значит, по Всемирной сети, к которой мы будем подключены со временем, нам оказывает помощь ЮНИСЕФ ООН и тюремная реформа. Для чего нам нужно включиться в Всемирную сеть? И они уже, согласитесь, приезжают к нам, будут с нами работать. И настанет время, когда мы будем констатировать, что мы находимся в этой Всемирной сети. Для чего? Для того, чтобы и наши дети, и молодежь, которая за границей, тоже могла получать непосредственную помощь в момент оказания в трудной жизненной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok